В Харьковском зоопарке бегемоты впервые появились в 1961 году и до сегодняшнего момента у нас в зоопарке родилось 16 бегемотов. Наша именинница Степанида, коренная харьковчанка, это 16-й бегемот, который родился в Харьковском зоопарке. Степанидушка появилась на свет в семье самки Маши или как ее называли сотрудники зоопарка Красавица и самца Сени. Характером наша бегемотиха пошла в папу, она очень добрая, ласковая, покладистая и гастрономические пристрастия у нее такие же, как и у Сени. Она очень любит арбузы, очень любит тыкву, а вот сливы не переносит вообще. Кормление у нас обычно 2-3 раза, утром она не очень подвижная, поскольку они ночные животные, ей больше нравится вечером активничать, днем она выходит кушать, ныряет, потом плескается более активная. Ночью, к сожалению, мы здесь не присутствуем, но на камерах раньше было видно, как у нее идет по полной программе плавание. Ей нравится нырять, выныривать, под водой она и кувыркается, и все, что угодно. Для именинницы мы подготовили необычный подарок, как для настоящей девочки, как для настоящей принцессы. Для нее сделали сердце из моркови, капусты, яблок, сладкого перца, все это украсили сеном. Вот такое вот праздничное сердце Степанида восприняла на ура, она сразу же за считанные минуты все съела, но на этом подарки не закончились. Для бегемотихи была приготовлена настоящая праздничная ванна. И не просто ванна, а ванна, наполненная лепестками роз. Конечно же, ванной мы называем бассейн, в котором плавает Степанида. Она была в полном восторге, особенно, конечно же, лепестки роз, это для нее такая новинка, но она очень любит играть в бассейне любыми игрушками, что мы ей бросаем. И поэтому розы для нее это было что-то в новиночку, и она их и пробовала на вкус, и ныряла, и плескалась, и выныривала, ей очень понравилось. Субтитры подогнал «Симон»